Всем приветики! Я хотел бы вам показать, как можно сделать синхронизацию двух разных видео. К примеру, я вот сейчас делаю обзор звуковой карты, которая сейчас видна, и монтирую видео с этой звуковой картой. И у меня есть два разных видеофайла. Один со стола, на котором была подключена эта звуковая карта, где я нажимал кнопки, а другой с компьютера, где все происходило программно. И мне вот нужно сделать так, чтобы эти видео шли одновременно. Что для этого надо? На самом деле все очень просто. Перед тем, как начать запись, вы включаете запись на компьютере, где включен микрофон, и запись на видеокамере, где тоже включен микрофон. И просто вот создаются какие-то звуковые колебания. Я, например, хлопал. Ну и чем больше раз вы хлопнете, тем лучше, тем у вас потом проще будет это увидеть на звуковой дорожке. К примеру, сейчас вот видны четыре звуковых колебания на звуковой дорожке камеры и звуковой дорожке компьютера. И вот по ним вы можете и соединить как бы звуковые файлы. К примеру, вот можно сейчас послушать. Оно сейчас примерно более-менее нормально соединено. А на компьютере у вас появится такое вот окошко, в котором будет сказано, что найдено новое оборудование. То есть вроде бы запись нормально звучит, как будто бы одна целая запись. Хотя на самом деле это две разные записи. Я могу сейчас вот по очереди одну звуковую дорожку включать, а другую выключить, а другую оставить включенной, чтобы вы послушали разницу. А на компьютере у вас появится такое вот окошко, в котором будет сказано, что найдено новое оборудование, и к нему установлены драйвера. Драйвера автоматически установится, и у вас появится новый. Как вы слышите, когда отключается дорожка, слышно, что запись либо близкая, когда я говорю в микрофон компьютера, либо далекая, когда я говорю в микрофон камере. А в целом они звучат, а на компьютере у вас появится только как одна запись, просто уже такая более объемная. Вот. И это благодаря тому, что я вот синхронизировал две разные, два разные, две разные дорожки, и, соответственно, видео идет одновременно. Как звук, так и идет одновременно. А если вот немножко перетянуть, вот совсем немножко, чуть-чуть, и уже будет слышна разница. А на компьютере у вас появится такое вот окошко, в котором будет сказано, что найдем новое оборудование, и к нему установлены драйвера. Драйвера автоматически установятся, хотя особой разницы, на самом деле, не слышно. Но если еще чуть-чуть переместить, то будет двоим. К нему установлены драйвера. Драйвера автоматически установятся, и у вас появится новый. Уже слышно небольшое такое, как будто бы эхо появляется. А еще дальше у вас появится новый, новый девайс, который называется USB PMP Audio. Вот теперь уже слышно, что идет вдвоение как бы аудио. А чтобы такого не было, вы просто открываете два видео, и вот видно, что уже хлопки смещены. И просто перемещаете их так визуально, чтобы они были на одном уровне. Вы можете даже ползунок поставить рядом к ним, чтобы по ползунку сориентироваться. То есть вот примерно вот так вот. Чем больше вы увеличиваете, естественно, будет лучше видно, где что находится. И вот, соответственно, теперь можно подогнать их друг к другу одинаково. И пройтись можно по всем, по всем этим звуковым колебаниям, посмотреть, где что. Но вот благодаря этому... Соответственно, чем больше у вас таких вот звуковых колебаний, тем лучше вы сможете синхронизировать. Вот по ним пройтись, по каждому из них, и выставить более-менее похоже. Вот так в целом вроде похоже. Просто еще разные... Микрофоны по-разному пишут, соответственно, разные звуковые колебания. Если бы они были одинаковыми, то тогда вообще было бы просто про... Ну, вы бы соединили, и все. А так сверху одни колебания, а снизу уже немножко другие, и непонятно, ну, так все там или не так. Те это звуковые колебания или не те. Но вот здесь вроде бы что-то такое похожее. Здесь так возрастает и там падает, а здесь более так явно возрастает и падает. Хотя здесь еще есть такие сильные колебания, там сверху уже нету. Вот. Ну и можно попробовать прослушать. А на компьютере у вас появится такое вот окошко, в котором будет сказано, что... Ну, это все идеальное. Идеальное соединение. Уже нет никаких двоений, ни эха, ничего. А на компьютере у вас появится такое вот окошко, в котором будет сказано, что найдем новое оборудование, и к нему установлены драйвера. Драйвера автоматически установятся. И у вас появится новый, новый девайс, который называется. По-моему, сейчас даже стал еще лучше, чем было изначально, когда я показывал. Но в целом, вы помимо того, что можете по вот этим хлопкам выставить одинаково два видео, так еще можете вот поначалу видео, разговора самого видео, когда вы уже начали видео снимать по этому разговору. Но еще разница есть в том, что камера пишет без шумоподавления у меня, а микрофон на компьютере шумоподавления. Поэтому еще может тоже здесь, ну, различаться и может быть непонятно. Но я обычно смотрю по хлопкам, по началу видео, по концу видео, так примерно, чтобы сходилось все. Хотя вот видно, что они отличаются. Вроде как даже и здесь вот начало отсюда начинается, вот здесь снизу, а сверху начало начинается вот аж отсюда. Но в целом, так вот, в целом, вот здесь вот, к примеру, вот это звуковое колебание примерно, ну, на одном уровне находится. Просто, что здесь оно вот такое большое, а здесь вот где вот это большое всего лишь чуть-чуть, а вот этих вот маленьких даже здесь сверху не видно. Вот. Но в целом, именно вот по хлопкам хорошо видно, потому что они и там, и там большие. Ну, соответственно, чем больше у вас хлопков, тем проще, потому что вы сможете по каждому из них пройтись и настроить. В целом, вот по нижним вот этим вот колебаниям и по этим видно, что примерно одинаково начинается. И вот эти вот маленькие снизу идут, и вот маленькие сверху. Вот по ним, по этому хлопку примерно видно, что одинаково. В принципе, даже когда у вас есть один хлопок, это уже хорошо, чем когда у вас вообще ничего нет. Но чем больше, соответственно, тем лучше. Если бы здесь было бы 10 хлопков, то, соответственно, было бы еще лучше и проще синхронизироваться. Вот. И, ну, и в итоге вот что получилось. На компьютере у вас появится такое вот окошко, в котором будет сказано, что, по-моему, идеально. Вообще не слышно ни эхо, ни двоение, ничего, ни расхождения, ни какого-то не объемности. Потому что, когда они немножко расслоены, но синхронизация не ровная, там на полсекунды отличается, то уже слышно такое, типа, как объемное звучание, как, типа, вроде как эхо, но еще не эхо, а что такое объемное. Ну, типа, а сейчас вообще ничего не слышно, и, по-моему, идеально. Вот. Ну, и таким вот образом можно синхронизировать два разных видео благодаря аудиодорожке, тем звуковым колебаниям, которые видны на аудиодорожке. Вот. Ну, а на этом все. Всем пайкидово. Субтитры сделал DimaTorzok